Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Итак, ситуация с Binance USD и Paxos развивается стремительно. Что же изменилось за последние несколько часов? Каким оказался ответ генерального директора Binance? И как это коснется другой крупной биржи Coinbase? Поговорим об этом, а в конце видео я покажу тебе новый прогноз Роберта Кийасаки насчет биткоина, золота и серебра. А также его видение ближайшего будущего крипторынков. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это очень важно для моего канала. А мне добавляет мотивации для создания нового контента с обзором самых актуальных событий и новостей из мира криптовалюты и экономики. Большое спасибо за твою поддержку. Кстати, если ты не знаешь, а что вообще происходит с Paxos, Binance USD, SEC и так дальше, посмотри сегодняшнее видео на моем канале, прежде чем продолжать смотреть это. Ссылка на него будет в описании. Начнем с самых главных обновлений. Во-первых, интересная реакция инвесторов на все эти новости. Если мы посмотрим на движение основных стейблкоинов за последние несколько часов, то увидим вот что. Большой взлет тейзера. Что означает, что инвесторы предпочитают сейчас переводить свои Binance USD, как мы видим, Binance USD падает вниз, в тезер. При этом, как ни странно, такие стейблкоины, как USD Coin и DAI, да и TrueSD, да и остальные тоже наблюдают похожую динамику. Люди переливают деньги из других стейблкоинов в тезер USDT. Кроме этого, Paxos, который, как ты помнишь, является эмитентом стейблкоина Binance USD, под давлением комиссии по ценным бумагам и биржам США, с 21 февраля этого года прекратит выпускать новые монеты Binance USD. Однако при этом компания будет обслуживать долларовые резервы в Binance USD и поддерживать их как минимум до февраля 2024 года. Клиенты Paxos получат возможность конвертировать свои Binance USD в еще один стейблкоин Paxos USDP. Обменять Binance USD можно до февраля 2024 года. Короче говоря, нам дают еще один год. Также Paxos полностью прекращает сотрудничество с Binance во всех сферах, которые связаны со стейблкоином Binance USD. Теперь я хочу рассказать тебе о том, что же ответил генеральный директор Binance на все эти события, что они собираются делать дальше. Он же не мог просто так промолчать, ведь речь идет о стейблкоине его собственной бирже. Интересно то, что он фактически открестился от этого стейблкоина, говоря о том, что он не принадлежит Binance и не управляется Binance. Теперь более подробно. Вот что он написал у себя в Твиттере. Paxos сообщил нам, что департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал им прекратить выпуск новых BUSD. Этот департамент фактически регулирует деятельность Paxos, а Binance USD это стейблкоин, который полностью принадлежит и управляется компанией Paxos. В результате случившихся событий рыночная капитализация Binance USD со временем будет только падать. Это слова генерального директора Binance. Paxos продолжит обслуживать и управлять продуктами. Также он заверил нас, что средства безопасности и полностью покрыты резервами в их банках. А резервы эти проверены разными аудиторскими компаниями. О судебном процессе пишет генеральный директор Binance. У меня нет никакой информации, кроме новостей из публичных медиа. Это судебный процесс между SEC и Paxos. Практически как между SEC и Ripple, добавлю я. Я не судья, конечно, но я согласен с тем, что говорит Майлз Дойчер. Майлз Дойчер это криптоаналитик, у которого почти 300 тысяч подписчиков в Твиттере. И вот что он пишет у себя. SEC называет Binance USD незарегистрированной ценной бумагой и подает в суд на ее эмитента Paxos. Но как вообще стейблкоин может считаться ценной бумагой, если он явно не соответствует критериям теста Хоуи? Никто не покупал Binance USD с ожиданием прибыли. Что ж, вполне резонно, на месте всех причастных я бы бился SEC до конца. Точно так же, как Ripple XRP. Тем более, что стейблкоин Binance USD действительно не соответствует положениям теста Хоуи. Генеральный директор Binance продолжает. Если по итогу судебного процесса BUSD будет восприниматься судьей как ценная бумага, это окажет большое влияние на криптоиндустрию в этой юрисдикции. Имеется в виду в США. Binance продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем. Но мы предполагаем, что со временем пользователи перейдут на другие стейблкоины. Очень важно, перейдут из BUSD в другие стейблкоины. Мы в свою очередь внесем коррективы. Например, откажемся от использования Binance USD в качестве основной торговой пары для торговли. Учитывая, что неопределенность регулирования сохраняется на рынке, мы будем рассматривать и другие проекты, то есть другие стейблкоины, в этих юрисдикциях, чтобы гарантировать защиту наших пользователей от любых неоправданных потерь. Вот так Binance фактически открестился от Binance USD. Более того, анонсирует ряд решений, которые приведут, если не к полному, то к частичному отказу от этого стейблкоина на Binance. В историческое время живем, ребята. Кто бы мог подумать о таком еще полгода назад. А что же Coinbase? Coinbase. Ведь ходили слухи, что SEC и на него обрушится с обвинениями в том, что его программа стейкинга – это незарегистрированная ценная бумага, как у Кракена. Неужели и Coinbase ожидает судьба Кракена и Binance USD? А вот и нет. Почему-то программа стейкинга Кракена тянет на определение ценной бумаги и, как следствие, полную ликвидацию стейкинга Кракена. А вот программа стейкинга Coinbase почему-то не тянет. Генеральный директор Брайан Армстронг сказал, что стейкинг на Coinbase не проходит тест Хоуи, тот самый тест, который используется для определения ценной бумаги. Однако Брайан при этом готов судиться, если SEC захочет признать стейкинг на Coinbase ценной бумагой. То есть Брайан хочет в случае подачи в суд на него и его биржу повторить опыт XXXRP и начать войну SEC. Да уж, что ни день в криптовалюте, то интереснее и веселее. Может быть, именно поэтому мы здесь. А завершить я хочу новым прогнозом Роберта Киосаки, который известный инвестор опубликовал у себя в Твиттере буквально час назад. По его мнению, нас ожидает еще один гигантский крах, вплоть до новой великой депрессии на рынке. Депрессия будет вызвана политикой ФРС США. И последней придется в какой-то момент начать печатать миллиарды долларов, которые Роберт называет фальшивыми деньгами. Именно это, по мнению автора-бестселлера «Бедный папа, богатый папа», приведет к росту золота до 5000 долларов, серебра до 500 долларов и биткоина до 500 тысяч долларов в 2025 году. Вот что он пишет. Огромный крах приближается, возможно, депрессия. ФРС США будет вынуждена напечатать миллиарды долларов фальшивых денег. До 2025 года из-за этого золото вырастет до 5000 долларов, серебро до 500, биткоин до 500 тысяч долларов. Почему? Потому что вера в американский доллар, в эти фальшивые деньги, будет уничтожена. Золото и серебро – это деньги богов. Биткоин – это народные деньги. Берегите себя. Что ты думаешь насчет этого прогноза? Сможет ли биткоин уже через два года вырасти до 500 тысяч долларов? Было бы неплохо, не так ли? На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Это было обновление. По всем ситуациям, которые сейчас происходят. на рынке, а происходят достаточно исторические события, как ты мог заметить. Если тебе нравятся такие обновления по всему, что происходит в мире криптовалюты и экономики, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с тобой увидимся в следующий раз. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok